13-й бразильский футболист в истории «Зенита» Роберт Ринан Алвес Барбоза родился 11 октября 2003 года в столице страны Вечного Карнавала, в городе Бразилия. Будущий центральный защитник синебелоголубых был единственным ребенком в семье шофера Роберто и продавщицы Ринаты, в честь которых и получил свое двойное имя. Его отец в свободное от работы время увлекался музыкой, читал рэп и даже давал концерты в составе местной группы, но при этом совершенно не интересовался футболом. Поэтому неясно, как бы сложилась судьба Ринана, если бы не его дядя. Игрок-любитель, которого знала и ценила местная публика, постоянно рубившаяся в легендарных бразильских турнирах Варзеа. Варзеа — это андеграундный футбол Бразилии, бесконечная череда матчей. Зачастую земляные или песчаные поля, ворота, на которых может не быть сеток, команды, играющие по торсу. На таких турнирах азарт и агрессия выходят на совершенно иной уровень, а на трибунах порой звучат выстрелы. Но это уже никого не удивляет. К сожалению, стрельбу Ринан слышал не только на матчах Варза. Он рос в очень бедном районе, где каждый выживал как мог, а молодежь часто делала самый простой из имеющихся выбор — пользу улицы и насилия. Когда Роберту было 14 лет, его близкого друга Кристиана, с которым они вместе играли в футбол, по ошибке убили в перестрелке между двумя бандами. Убийство произошло прямо у него на глазах. И это событие оказало большое влияние на жизнь Роберта. Вместе с двумя друзьями Роберт записал обращение с призывом к мир. Кристиан был всего лишь таким же мальчишкой-футболистом, как и я. То, что произошло, заставило меня многое переосмыслить в отношении меня и моих друзей. Когда я увидел его лежащего на земле, то пообещал, что вырвусь из всего этого. Не столько ради себя, сколько ради него. Я думаю, сейчас он там очень мной гордится. Оглядываясь на футбольные вершины, которые покорились Роберту к 19 годам, становится очевидно. Кристиану точно есть за что гордиться другом. А ведь начало этого пути было слишком трудным даже для мальчишки, закаленного периферией и ведущейся там борьбой за жизнь. В детском возрасте он пытался пройти просмотр в восьми разных футбольных школах, но раз за разом получал отказ. В каждом месте отмечалась его техничность, но везде говорили одно и то же. Слишком худой, не готов к интенсивным нагрузкам, не годен. Первые неудачи топились в лужах слез, но со временем это стало закалять его. К тому же будущего игрока сине-бело-голубых всегда очень поддерживала семья. Когда новый клуб говорил ему «нет», родители окружали парня заботой, убеждали, что у Бога свой план на всех и что рано или поздно все получится. По собственному признанию Роберта, в его футбольной карьере фактор семьи стал важнейшим элементом. Семья научила его никогда не сдаваться, хотя порой и очень хотелось. Когда меня не взяли в шестую школу, я сказал отцу, что больше никогда не хочу пытаться стать профессионалом, что пойду как дядя играть в варзе для удовольствия. Отец был против, он сказал мне, что надо продолжать, что все впереди. И вдруг на девятый раз в клубе Новоризантино из штата Сан-Паулу все случилось. И когда дела пошли в гору, отец сказал мне, вот видишь, что я говорил. От родного города футболиста до Сан-Паулу больше тысячи километров. Часто не наездишься. Поэтому 15-летний Роберт отправился туда вдвоем с мамой, бросившей ради этого работу. Отца, которому пришлось остаться, чтобы зарабатывать и помогать сыну и жене, он очень долго видел только на экране телефона, созваниваясь по видеосвязи. В Новоризантино Роберт начал быстро наверстывать все, что было упущено за годы отказов. Резкий и техничный универсал, отменно владеющий левой ногой, он здорово проявил себя в чемпионате штата Сан-Паулу, где высматривают талантов ведущие клубы Бразилии. И один из них, Каринтианс, обратил внимание на высокого худого подростка. В 2019 году его пригласили в команду Ю-17. И в день подписания контракта ему позвонила вся семья, поздравляя и не сдерживая слез. Все помнили, и он в первую очередь про те 8 неудач. Карьера в структуре семикратного чемпиона Бразилии началась непросто. Чтобы влиться в уже сыгранную и крепкую юношескую команду, Роберту пришлось через многое пройти и многому научиться. Попробовать себя на самых разных позициях. Узнав о его универсализме, тренеры ставили его на край атаки, в полузащиту, на фланг обороны. А в команде Ю-20 он и вовсе провел несколько игр в центре нападения. Но все же, ярче всего, талант футболиста проявился именно в центральной зоне защиты. Как-то раз на нашей игре был тренер юношеской сборной Бразилии. Ему понравилась моя игра, и я получил вызов. А вскоре Витор Пирейра, главный тренер «Коринтиенс», перевел меня в первую команду, и я тренировался уже только с ней. Я был очень скромный в то время. Еще бы! Все звезды, на которых я смотрел по телевизору, теперь переодевались со мной в одной раздевалке. Но с каждым днем уверенности все прибавлялось. Роберт, имевший опыт игры в нападении, часто поддерживал атаки своих команд в Академии Коринтиенса. Приходил в чужую штрафную на стандарты и даже забивал. Головой, ногой были и мячи с дальней дистанции. Поэтому, дебютировав за основной состав в апреле 2022, уже через два месяца он записал на свой счет первое результативное действие во взрослом футболе. Символично, что ту голевую передачу в кубковом матче против Сантоса Роберт отдал на бывшего игрока сине-бело-голубых Жулиано. Всего за Каринтиан с Роберт провел 13 матчей, 11 из которых в старте. Когда ближе к зиме в его окружении заговорили о сделке с участием Юрия Алберто и об интересе к нему со стороны «Зенита», логично было бы предположить, что Жулиано может что-то рассказать молодому одноклубнику про Петербург и Россию. Но на это просто не хватило времени. Так стремительно развивались события. Все произошло слишком быстро. Были рождественские праздники, мы разъехались на несколько дней по домам, появилось соглашение между клубами, затем я уехал в молодежную сборную, а потом сразу в Петербург. Но до приезда я успел поговорить с Монтуаном и Малкомом. Они сказали, чтобы я скорее приезжал, что это прекрасный город и отличный клуб. Причем Малком позвонил мне первый. До этого мы не были знакомы. По словам Роберта, интерес «Зенита» его очень обрадовал, ведь ему выпал шанс попробовать себя в европейском футболе. Так что еще до того, как родители футболистов все окончательно для себя решили, он уже понял, что примет это предложение. В февральский и студеный Петербург Роберт приехал без какой-либо зимней одежды, впервые в жизни увидев тут снег. Знакомство с российским футболом началось для него с выезда в Ульяновск на кубковый матч с местной Волгой, где его решили поберечь и не выпускать на тяжелое поле, и где был такой мороз, что бразилец, мечтающий скорее дебютировать за «Зенит», не чувствовал ног от холода. Дебют, отложенный на неделю, состоялся в куда более комфортных условиях. 4 марта в матче против Паренен на «Газпром-арене» перед родными болельщиками Роберт впервые надел сине-бело-голубую футболку с номером 77 на спине. Это число – дань памяти фанатам «Коринтианса», который в 1977 году после очень долгого перерыва вновь завоевал важный национальный трофей. Петербуржцы разгромили нижегородцев со счетом 3-0, бразильский новичок провел на поле все 90 минут, а после игры признался, что у него нет слов, чтобы описать свои эмоции. Слов у Роберта не было еще и потому, что накануне, за день до дебюта, он впервые в жизни получил вызов в главную сборную Бразилии. 19-летний защитник в январе-феврале так ярко провел молодежный чемпионат Южной Америки, который, кстати, бразильцы прошли без единого поражения и в первый раз 2011 года взяв золотые медали, что пришло время попробовать свои силы в составе пентакампионов. За оглашением списка вызванных игроков Роберт следил вместе с семьей, и когда прозвучало его имя, в его новом петербургском доме начался настоящий бразильский карнавал из криков, счастья и слез. Командировка в сборную началась для него сразу после гостевого матча с ЦСКА. Ринан отправился в Марокко, где бразильцев ждет товарищеская встреча с командой, занявший четвертое место на минувшем чемпионате мира. В теплую африканскую страну молодой защитник везет истории о петербургском морозе, российском футболе и русском языке, самые главные слова в котором он уже знает наизусть.